Приветствую вас, Ирина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. И в первую очередь я бы хотел, наверное, предупредить вас о том, что, ну, возможно, вам не понравится то, что я скажу, вот, а какие-то вещи не понравятся вам. Я вас просто предупреждаю, вот, надеюсь, что относитесь вы к этому с пониманием. Вот, моей целью обидеть вас не мешает. Николай. Итак, я очень надеюсь, что то, что вы пишете в конце своего текста, я его разберу, вот, я очень надеюсь, что то, что вы пишете в конце, в конце текста, вы пишете не серьёзно, потому что нельзя исправиться. Это первое. То есть, невозможно быть удобным, да, вот, удобным для человека и невозможно полностью, полностью соответствовать требованиям человека. Это сделать невозможно, в принципе, потому что, ну, у человека, грубо говоря, всегда будут какие-то такие вот претензии к вам всегда будут, какие-то основания для того, чтобы, ну, чтобы не воспринимать вас, как полноценного партнёра, особенно если вы сами, грубо говоря, это демонстрирует, если вы сами позволяете человеку себя вести с вами, во-первых, вот, а во-вторых, если вы сами о себе так думаете, да, то есть, если вы сами к себе относитесь, ну, вот, таким образом, мягко говоря, не самым позитивным, мягко говоря. Вот, ну, давайте, в любом случае, да, давайте мы с вами поисследуем. Ваш вопрос, да, поисследуем. Ваш текст? Значит, я замужем полгода, мой муж творческий человек. Ну, хорошо, что ваш муж творческий человек, безусловно. Вопрос... Заключается в том, насколько, сколько мы делаем опцию, если мы делаем опцию. Вот. Это ключевой момент. То есть, есть ли между вами общие? Что вас объединяет? Смотрим, человек. Сейчас, давай. Это очень важный момент. Что вас объединяет, что вас связывает. Собственно, как вы пришли к идее, что вам что за него выходит? Вот. Ну, неправильно. Это же так. Я надеюсь. Дальше. Он хочет, чтобы я помогал ему в бизнесе, рекламе, общение с клиентами, новые идеи, чтобы я заготовила все время красиво, ему понравилось три раза в день, чтобы я убирал. Ну, честно говоря, эта позиция мягко выражает вас, делает полностью не свободны. Мне не совсем понятно, откуда у человека такие требования к вам. Вот. Откуда они у него ввели все требования. Мне не совсем понятно, но хотелось бы, чтобы вы для себя сами определили, как вы относитесь к этим требованиям. Да? Да? Вот. То есть, как вот, ну, именно, как вы считаете, справедливо ли, там, ну, справедливо ли, если человек, вот, требует от вас того, что требует. Справедливо ли или нет. Вот. Это очень важно. Дальше. Я начала учиться, это требует от меня много времени и сил. Ну, опять, есть вот такое ощущение, да, и оно только вот. У меня, наверное, есть ощущение такое. Что, что молодой человек вообще не в курсе. Что, вот, что вам, да, что вам нужно учиться. То есть, вот, ну, что вы не можете заниматься, вот, ну, этими вещами. То есть, вот, покоя, вот у меня, а, вот, 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 вот. Вот, 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 вот времени у вас нет. А если донесли, то, вероятно, как-то не очень хорошо вы до него это донесли, получается. То есть это вот несколько странно, на мой взгляд. И несколько странно, потому что одно противоречит другу. Если молодой человек позволил вам учиться, то, ну, не против, то как он считает, вы, значит, что это сделает. То есть здесь у вас что получается? Здесь у вас получается завышенные требования к себе, если у вас получается. Вот. Здесь у вас получается то, что вы слишком многого от требует. Вот что здесь у вас получается. И это, в общем-то, достаточно серьезная проблема, как мне видится. Вот. Почему? Потому что вы вините себя, по факту, за невозможность требований, соответствовать. Вот. Мужчина, поскольку человек творческий, в это верит. Вот. И, в общем-то, я бы сказал так, он фрустрирует и фрустрирует, на мой взгляд. Довольно как бы естественно, да, фрустрирует от того, что он не получает, не получает то, что хочет, то, на что рассчитывает. И рассчитывает совершенно таким естественным образом. Вот. Но другое дело, что это иллюзия. И вы живете в иллюзии. Дальше. Значит, вот он меня любит, любит, а когда выпьет скандал. Ну, вы знаете, да, конечно, неприятно, что, когда человек выпьет скандал. Тут с вами не поспоришь. Но, как это связано с любовью? Позвольте узнать. Я вот, честно говоря, что-то не понял. Как это связано с любовью? Ну, хорошо. Он вас любит, любит, что он сказал. Да. Сказал неприятно. Я понимаю вас. Вот. Но я не понимаю, как это связано с тем, что он сказал, что он сейчас. Он был в этом смысле. Он в этом смысле. Он был в этом смысле. И вы считаете, что любовь, что-то условное. То есть любить вас будут тогда и только тогда, когда вы оправдаете целиком и полностью ожидания мужчины. Ну, это не так. Я мол, не такая, я такая плохая, вообще ничего не делаю, но это не так. Я думаю, что у вас есть проблема личных границ, потому что есть требования видения человека, есть реальная история. И, на мой взгляд, вы здесь просто путаете, на мой взгляд, вы здесь просто путаете вот эти вот две разные вещи. То есть человек хочет, это и достать, и это на самом деле. Но проблема в том, что вы привычены к вот этим вот вещам плохая и хорошая. То есть вы можете быть плохой, можете быть хорошей. Вот. Ну, это на самом деле не так. А это не так. Дальше. Вы оправдываетесь. Я готовлю, хоть и не постоянно, у меня просто нет времени, убираю. А вот бизнес, проблема, не хватает же всего-то, чтобы делать то, что он хочет. Я делаю не так, делаю, делаю по-другому, не так. Ну, во-первых, здесь проблема, что вы делаете так, как хочет он, а не так хотите и вы. Бизнес – это процесс творческий. Соответственно, если вы делаете так, как хочет кто-то, то у вас ничего не получится. А если хочет, чтобы что-то получилось, делай сам. Вот. То есть у тебя, опять же, такие вот созависимые, получается, у вас отношения, да? То есть вы всё пытаетесь сделать для него. То есть вы не делаете чего-то для себя, вы не относитесь с уважением к тому, что вы делаете. Вот. И, ну, это достаточно серьёзная проблема, достаточно серьёзная беда. Вот. Потому что вы всё пытаетесь сделать для человека. Не для себя, да, а именно для вот него. Вот. А для себя вы, ну, как-бы… То есть вы учитесь, да, но вы пытаетесь соревноваться. Вот. Дальше. Так, значит, потом вы пытаетесь, и оказывается, я ничего не сделал. Ну, опять же, вы меня, извините, а какая вот разница, да, что он думает, думает. То есть вы спросите себя, что он говорит право. Почему вам это важно? Боитесь ли вы, например, что молодой человек, разочаруется в вас? А если захочет, например, уйти от вас? Бросить вас? Вот. Нет ли здесь у вас страха быть брошенной? Страха, ну, быть, ну, не знаю, покинутой, может быть, если это так правильно будет сказать, да, да. Если такой страх присутствует, то у него есть причина такого страха. Идём дальше. Так, вот я верю ему, он меня убеждает, что я плоха. Ну, опять же, все значит плоха, да. То есть что такое плоха? Плохая это исключительно субъективная такое, субъективное восприятие, это исключительно субъективная такая, я бы сказал, оценка, вот. И, на мой взгляд, вы эту оценку просто-напросто, вот, ну, принимаете полностью, вот. Почему вы это делаете? У вас нет своего восприятия себя. У вас нет своего образа себя, вот. Есть некоторые, вот, моменты в том, что вы учитесь. Но я бы здесь спросил бы вас, да, для чего вы учитесь. Дальше. Так, следующее. Значит, хотя на каждого слова я могу найти объяснение, но вместо поддержки понимания, я получаю обвинения. Смотрите, если вы хотите с треугольником Карпмана, треугольник Карпмана изучите, вот, это зависит от отношений, к сожалению, к моему. Вот, и вы находите. А, ну, вот, в этих, как бы, созависимых отношениях, вот, на мой взгляд, вынуждаетесь в поддержке. И понимание. Вот, задайте себе вопрос, а почему? Для чего вам поддержка? Для чего понимание? Почему вы, грубо говоря, без этого не можете? Почему вам это нужно? Спросите себя. Как, как, вот, получается у вас так, что вы в этом нуждаетесь? Дальше. Обвинения. Как вы реагируете на обвинения? У меня 10 лет болит голова, болит все время, только с разной силой. Если у меня как будто нет силы, ну, там, депрессивное состояние, может быть, то тут нужно к клиническому психологу обратиться. Я думаю, все из моих психологических причин, от никаких, которые я проживала в ситуации с родителями, полное безразличие к тому, что происходит, к тому материальных вещей. Питали приказывать делать уборку, приготовить, сидеть с маленькой струей туда. Ну, а сейчас то, что вы делаете с своим мужем не то же самое. Вы же повторяете свой сценарий, получается, и ведете себя с мужем так же, как и с родителями. И получается, что вы в мужа видите родителей и через мужа пытаетесь завоевать любых родителей. Так. Я уже не знаю, чего. Я чувствую себя ужасно. Чего? Я думал, я такая вся хорошая хозяйственная, все время же следила за домом родителей, следила за них, они же на работе. А вы считаете, это адекватно? А теперь получается, что я совсем не такая классная, у меня куча проблем. Ну, опять же, вы опираетесь на требования и взгляды других людей, не себя, не свои собственные, на себя вы не полагаете. Подумайте, почему. Так. Стоит сказать, что мой муж не работает в первые половины дня, когда он работает в вечер, у меня всегда находится с ним на его работе, вот это там помощь. Странная штука. Вас нуждаются, но в то же время вас принижают, обесценивают. Мне нужна помощь, сама не могу понять, чем же моя проблема. Что наценка, как правильно сказал мой коллега, в том, что вы пытаетесь заслужить любовь своих родителей через мужа, в том, что вы не доверяете себе, в том, что у вас нет личных границ и в том, что, ну, у вас есть чувство вины. Как мне исправить? Вот, можете подробно, ну, подробнее немножко раскрыть, что вы понимаете, вот, исправиться. То есть это как исправиться? Что вы имеете в виду? Вообще, если говорить про исправление, да, то это, эм, ну, вот, именно исправиться, как мы говорим. Вот это, ну, такое, достаточно, эээ, достаточно рыкотное, я бы сказал, эээ, чувство, да, исправиться. То есть исправиться, значит, то, какая вы сейчас, да, вот, то, какая вы сейчас. Это неправильно. Что вы, ну, вы не можете, не должны быть такой, какая вы сейчас. Ну, это, ну, это, я как говорила, страна. Подумайте об этом. В этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!